Ровно 142 года назад родился первый премьер-министр туркестанской автономии, выдающийся казахский инженер, пламенный алошардинец Мухаммеджан Тынышпаев. Он был активным участником проектирования и строительства Турксибской железной дороги. Его чертежи позволили на целый год сократить возведение исторической магистрали. Воспоминания о жизни и деятельности великого ученого в сюжете Дины Женобековой. Выдающийся сын казахского народа, представитель интеллигенции и один из лидеров движения Алошарда Мухаммеджан Тынышпаев, помимо великих исторических трудов и яркой политической деятельности, известен гениальными разработками в области инженерии. Именно благодаря его проекту прокладки железнодорожной кольи через Чокпарский перевал удалось на год сократить срок строительства Турксиба и сэкономить 25 миллионов рублей, космические по тем временам деньги. А разработанный ученым Балхашский вариант трассы в противовес Лепсинскому позволил снизить затраты при эксплуатации железной дороги. Я видел инструменты эти чертежные, они сохранились. Значит, там транспортир, указка, слоновые кости с серебряными включениями, которых он в Москве доказывал необходимость вот этого кратчайшего пути. Ну и когда мы жили в Воронеже, я видел чертежи. Там, потом-то мы знали, что это синьки, так называемые. Необычайный ум и тяга к новым открытиям передались и потомкам великого разработчика. Как вспоминает младший сын Тенышпаева, Давлет Шейхали, в детстве отец не раз наказывал ему изучать технические науки. Спустя годы наследник первого казахского инженера добился небывалых достижений в области нефтехимических разработок. Именно он в середине прошлого века возглавил экспедицию месторождения на Кубе. И по просьбе самого Фиделя Кастро определил состав обнаруженной на острове нефти. Я был невыездным, но тут, когда Фидель, это был серьезный вообще-то товарищ, тут уже не стали считаться. Ну меня проверяли, потом мне уже сказали, насколько я. И вот мы поехали. И там осуществили впервые вот такое исследование, после чего началась разработка нефтяных месторождений Кубы. Наследие Мухаммеджана Тенышпаева активно приумножают и современные казахстанские ученые. Сегодня, в памятный день, 29 ветеранов отечественной инженерии наградили почетными медалями за достижения и вклад в технической области. Это люди, которые, как и Мухаммеджан Тенышпаев, внесли огромный вклад в развитие инженерных технологий Казахстана. Целью каждого из них было приумножить его достижения. Поэтому мы посчитали логичным и символичным приурочить их награждение ко дню рождения Тенышбаева. В Казахстане десятки улиц носят имя гениального разработчика. По всей стране ежегодно показывают театральные постановки по биографии Мухаммеджана Тенышбаева. А совсем недавно начали снимать новый документальный фильм. Он был человеком, который отдал душу за свой народ. Его великие свершения вдохновляют молодых ученых. В прошлом году фонд имени Тенышбаева вручил медали 150 последователям и почитателям его научной деятельности. Еще одним памятным архитектурным творением в честь Тенышбаева должен стать многометровый гранитный памятник. Его запланировано установить в родном ауле ученого.